Представьте, вы садитесь в машину, включаете зажигание и вместо привычного рыка мотора слышите лишь легкий шелест. Под капотом двигатель, работающий на водороде. Он движется почти бесшумно, без дыма, без выхлопа, без запаха бензина. И самое удивительное, из выхлопной трубы выходит чистая вода. Казалось бы, идеальное решение. Топливо будущего, которое не загрязняет атмосферу. Но действительно ли все так просто? Сегодня мы разберем, как работают водородные двигатели, в чем их преимущества и слабые стороны, и главное, есть ли у них шанс вытеснить бензин и даже электричество. Когда говорят о водородных автомобилях, многие представляют себе что-то вроде электромобиля с другим видом топлива. Но на самом деле есть два принципиально разных подхода к использованию водорода. Первый – это двигатель внутреннего сгорания, который работает не на бензине, а на водороде. Все выглядит почти так же – цилиндры, поршни, свечи зажигания. Только вместо капель бензина в камеру подается водород, а в результате сгорания получается не углекислый газ, а водяной пар. Такой двигатель звучит почти как обычный, но работает чище и тише. Второй вариант – топливные элементы. Здесь нет сгорания вовсе. Водород реагирует с кислородом прямо внутри специальной мембраны, вырабатывая электричество, а затем это электричество питает электромотор. Процесс идет абсолютно бесшумно, и единственный побочный продукт – тоже вода. По сути, это электромобиль, который сам вырабатывает себе энергию. На практике сейчас именно топливные элементы считаются главным направлением развития водородного транспорта. Именно их используют такие модели, как Toyota Mirai, Hyundai Nexo или Honda Clarity. Водород хранится в баллонах под давлением до 700 атмосфер, а одна заправка занимает всего несколько минут, в отличие от долгой зарядки батареи электромобиля. На одном баке такие автомобили могут проехать 500-600 километров, а это уже сравнимо с бензиновыми моделями. Но, как всегда, все упирается в инфраструктуру. Заправок для водорода в мире пока очень мало. Например, в Японии их уже несколько сотен, а вот в Европе и США – всего десятки на страну. В России – единицы, и в основном экспериментальные. Почему вообще водород считается топливом будущего? Во-первых, он самый легкий элемент во Вселенной и содержится почти везде – в воде, в воздухе, в органике. Из него можно получать энергию без выбросов СО2. Если сравнивать по массе, то в одном килограмме водорода хранится в три раза больше энергии, чем в бензине. Это значит, что при равном весе запас хода может быть даже больше, чем у обычных машин. Кроме того, заправка занимает считанные минуты, что делает водород привлекательным для грузовиков, автобусов и даже самолетов. Airbus, например, уже проектирует лайнеры с гибридной водородной установкой, которые могут появиться в небе к середине 30-х годов. Но есть и другая сторона. Главная проблема водорода – его хранение и производство. Получить водород можно разными способами. Самый дешевый – из природного газа. Но при этом выделяется тот же углекислый газ, что сводит экологию на нет. Поэтому ученые и инженеры сейчас активно развивают зеленый водород, получаемый электролизом воды с помощью возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, гидроэлектростанций. Такой водород действительно экологичен, но пока дорог в производстве. Себестоимость в несколько раз выше, чем у бензина. И хотя цена постепенно снижается, массовое внедрение все еще впереди. Теперь давайте разберемся, как работает водородный двигатель. По-настоящему. Если это двигатель внутреннего сгорания, то принцип почти тот же, что и у обычного ДВС. В цилиндры подается смесь водорода и воздуха, которая поджигается свечой зажигания. Сгорание создает давление, толкающее поршень. А затем коленвал превращает это давление в вращение. В итоге – движение колес. Но при этом в выхлопе не угарный газ, не сажа, а водяной пар. Однако температура горения водорода очень высокая, и это вызывает образование оксидов азота. Поэтому такие двигатели все равно требуют дополнительной очистки. Если же двигатель основан на топливных элементах, то все устроено по-другому. Водород подается на анод, где делятся на протоны и электроны. Электроны идут по цепи, создавая ток. Именно он питает электромотор. А протоны проходят через мембрану и соединяются с кислородом на катоде. Результат – электричество и вода. Это по-настоящему чистая энергия. Многие компании видят в водороде компромисс между бензином и батарейными электромобилями. Он сочетает скорость заправки, дальность хода и экологичность. И хотя сейчас водородные машины-дороги, все больше стран включают их в национальные стратегии развития. В Японии и Южной Корее целые программы по созданию водородных обществ, где на этом топливе будут ездить не только автомобили, но и поезда, корабли и даже отопительные системы домов. Есть и менее очевидное направление синтетические виды топлива, где водород соединяют с углеродом, полученным из атмосферы. В результате получается жидкость, похожая на бензин, но нейтральная по выбросам. Такое топливо можно использовать в существующих двигателях без серьезных переделок. Порше, например, активно инвестирует в эту технологию и уже тестирует первые образцы в Чили. Можно ли сказать, что будущее за водородом? Пока не факт. Но ясно одно – у человечества нет другого пути, кроме перехода на чистые источники энергии. И водород здесь – один из самых мощных кандидатов. Он может не вытеснить электромобили, но занять свою нишу. Дальние маршруты, тяжелый транспорт, авиация, судоходство – в этих областях батареи просто не справляются. А теперь вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, когда водородные автомобили станут обыденностью? Через 10 лет? 20? Или все это так и останется красивой идеей? Напишите в комментариях, каким вы видите будущее – за электричеством, водородом или чем-то еще. Если вам интересно следить за реальными технологиями, которые уже меняют мир, подписывайтесь. Впереди будет еще много видео о будущем энергетики и транспорта.